Привет, я Катя! В этом видео я покажу очередные свои покупки с сайта Шейн. Я до сих пор пополняю свой гардероб плюс сайз именно вещами с Шейн. Нормальное качество и в принципе цена тоже не очень высокая. И это уже четвертое видео на моем канале. Кто не смотрел прошлые выпуски, ссылки оставлю в описании. Также укажу свои параметры где-нибудь здесь и еще в описании продублирую, чтобы вам было более проще сопоставить мои параметры, ваши параметры и разобраться в сетке размеров Шейн. По традиции я снимаю видео Шейн в одежде Шейн. И первое, что я хочу показать, это вот такая удлиненная футболка Oversize. Я взяла размер 1XL, но мне вот такая вот прям свободненькая ткань, безумно приятная. Сейчас скажу состав. И состав это 65% катон, 35% полиэстер. Приятный состав футболка, она довольно плотная. То есть совсем на жару в ней, конечно, можно употеть. Но когда такое более прохладное лето, ну, в Грауса 18-20, то это прям то, что нужно. Особенно если еще ветерок на улице, прям отлично. Плотная ткань, но она ко мне пришла с небольшим браком. Сзади, я вам на подсъеме это все сняла, показала. Да, это не критично, это незначительно и в глаза даже не бросается, но факт есть факт. Просто на моей практике это впервые, когда я получаю вещи Шейн с каким-то браком. Я не исключаю, что такое возможно. Это да, это возможно, это нормально в принципе, потому что в любых магазинах есть брак, фабричное производство и все дела. Поэтому это абсолютно нормально. Ну, просто вот сам факт. Я такого ни разу не получала от Шейн, поэтому немножечко вот как-то зацепился взгляд на это. Эта футболка очень просторная, комфортная. У нее есть такой кармашек. Ну, я сомневаюсь, что здесь, конечно, что-то у него положить можно и нужно. Но он просто есть. Собственно говоря, на подсъеме, на примерке. Я примерила эту футболку с очередной моей покупкой Шейн. Это джинсы. И это уже вторые джинсы с сайта Шейн. Первые тоже рваные джинсы. Я в прошлом видео показывала. Если интересно, то посмотрите. Они просто божественные. Я уже в них хожу чуть ли не каждый день. Они реально очень комфортные. Просто потрясающие. И поэтому я решила заказать себе еще одни джинсы. Они тоже вроде как тянутся. Ну, смотрите, какие они кажутся маленькими совершенно. Но тянутся они прилично. Поэтому ничего страшного. В прошлый раз я брала 1XL размер. И в этот раз я тоже взяла размер 1XL. И состав этих джинс. 80% катон, 17% полиэстер и 3% спандекс. И по факту они такие классические скинни с небольшой фишечкой. А фишечка у них на штанинах в конце они не ровные. А вот такие вот. Во-первых, они укорочены. Во-вторых, они вот такие вот порванные. Но это все так тоже аккуратненько сделано. И мне даже это нравится. Но конкретно вот эта модель мне немножечко тесновато в бедрах. В талии идеально. Даже немного большевато. А так в целом мне они очень понравились. Очень комфортные джинсы. Хорошо сделаны, без косяков. Здесь никакого брака нет. И с этой кофтой, точнее футболкой, они смотрятся тоже идеально. Мне прям безумно понравился этот образ. Он такой, знаете, как casual, спортивный. А если вы оденете, например, не кеды, а какие-то босоножки, как вот я на подсъеме делала для вас примерку, то это уже более какой-то даже на выход. Можно куда-то в кафешку, например, сходить. В кино. Ну, в общем, прикольные вещи. Мне очень нравятся. Шейн до сих пор рулит. Меня очень радует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, раз мы разобрали один мой образ, давайте еще по аксессуарам пройдемся. У меня есть вот такой чокер, тоже Шейн. И это второй чокер Шейн. Первый, по-моему, был в самом первом моем заказе. Тоже есть у меня на канале. И я от него в восторге. Решила заказать еще один, но уже в золотом цвете. Вообще, я считаю, что золото это не совсем мой оттенок. Мне кажется, что мне больше идет серебро. И как-то вот я к нему тяготею. Но решила заказать золотой. Я думала, что он будет по размеру такой же, как серебряный. Но по факту этот оказался чуть шире. То есть у него вот эти звенья, они более массивные. И здесь также ставлены такие стразы, чего нет в прошлом чокере. Но по длине они одинаковые. Смотрятся они оба очень круто. Мне комфортно, что в моем серебристом, что в этом. Но по цветам это уже дело вкуса. Я вообще люблю бижутерию Шейн. И, кстати говоря, к сожалению, не вся бижутерия хорошего качества на Шейн. Так что, если вам интересно вообще знать, как носятся вещи с сайта Шейн, именно одежда, плюс еще обсессуары, что с ними произошло. И вообще стоит покупать бижутерию с Шейн или нет. То напишите мне в комментарии. Я в следующем видео об этом обязательно расскажу. Прям сделала подробное видео о том, что стало с моими вещами с сайта Шейн после определенного времени их носки, стирки и прочих событий с этими вещами. Так что жду ваших отзывов. Если вам будет интересно, то такое видео обязательно появится на моем канале. Следующее, что вы тоже можете видеть на мне, это вот такие тоже массивные сережки. Золотого, опять же, оттенка. В этот раз я прошлась по золотистым оттенкам. Несмотря на то, что серги довольно объемные, вот так вот они прям смотрятся массивненько, они абсолютно легкие и даже не оттягивают мочку уха. Нет, ну конечно, если вы ходили с гвоздиками, с маленькими миниатюрными, и вообще никаких сережек в ушах не ощущали, то эти покажутся вам немного тяжелыми. Они полые внутри, там прям такие трубочки, и за счет того, что они полые внутри, они, собственно, и не тяжелые, и это здорово. Единственное, что в этот раз в Шейн как-то не очень хорошо упаковали сережки, по крайней мере, потому что с чокером-то все нормально было, он там лежал в своем пакетике и лежал, а вот сережки за счет того, что они вот по типу гвоздика выполнены, эти штырьки, они торчали, они прорвали даже пакет, в который мне шла посылка, и я даже, когда на почте забирала посылку, укололась об эту сережку, причем довольно серьезно, ну конечно не до крови, но след остался такой, знаете, приличный. И поэтому они немного были деформированы изначально, когда я их вытащила из пакета, но ничего страшного, все поправилось, все выправилось, все заглушки для сережек были на месте, в общем, в целом все идеально, за такую стоимость вообще никаких претензий, просто рассказала нюанс, как они мне были доставлены, то есть было в этом плане не совсем все идеально, как в прошлые разы, ну раз на раз не приходится. И еще кое-что из бижутерии, которая на меня просто на данный момент не нацепилась, она не влезла, это еще одни сережки, они тоже золотого цвета, и они вот такие вот прикольные, круглые, я вообще люблю очень круглые сережки, люблю серьги конго, и я в них постоянно, если вы замечали на моих видео, я реально в них постоянно, это мои любимые серебристые сережки. Здесь, конечно, не конго, это по сути гвоздики, но они круглые. Вот так выглядят, я сделала тоже подсъем, как они на мне смотрятся. Они тоже немного деформировались во время поездки ко мне, вот даже сам-то кружок, если так маленько посмотреть, то он чуть-чуть деформирован. Конечно, это в глаза не бросается, и это не критично, тем более, что они стоили рублей 90, по-моему. Ну, а дальше немножко о грустном с вами поговорим. Я заказала платье на шейн впервые, я вообще платье не очень люблю, но мне что-то захотелось надеть платье, поняла, что у меня в гардеробе нет ничего такого свеженького, интересненького, решила заказать на шейн. И взяла вот такое классное платье, оно на лямках, причем лямки не совсем тонкие, но и не толстые, такие они средненькие, они прикроют лямки белья, но при этом, собственно, это очень комфортно для лета. Просто черное легкое платье с таким красивым, наверное, даже коралловым цветком, вот какой-то он такой интересный оттенок. Платье очень легкое, хотя ткань, конечно, не натуральная. Так, где состав? По-моему, 100% полиэстер. Это... Да, 100% полиэстер. Я почему-то взяла размер больше, посмотрела размерную сетку шейн и как-то неправильно сориентировалась, взяла размер больше. Я взяла размер 3XL, хотя надо было брать 2XL, а может даже и 1XL. Сбоку, если что, есть молния, чтобы вам было просто удобно надевать это платье. Это специально для удобства сделано. Далее на спинке есть такая небольшая резиночка, которая чуть-чуть совсем тянется. в талии резинки нет, это просто такой шовчик по талии идет, он без резинки. И в целом очень приятное платье, мне кажется, оно мне очень подходит. Надеюсь, что после того, как я в ателье его отнесу, у меня все сделано, все будет прекрасно. Кстати, это уже второй случай с сайта Шейн, когда я ношу вещи в ателье. Первое, что я унесла в ателье, были мои спортивные штаны, которые мне все-таки подшили, и теперь я просто в восторге от них. Я, кстати, даже ставлю сейчас видео, как они на мне были, как они смотрели. По-моему, это был мой самый первый заказ с сайта Шейн, мое самое первое видео, где я показывала эти штаны спортивные и говорила, что они мне большие. Вот, поэтому, как было, как стало, вы увидите. Я думаю, что мне тоже помогут с этим платьем, и я все-таки буду его носить, потому что впереди еще все лето, и я прям очень хочу его носить. Следующая вещичка – это брюки. Они тоже такие, значит, странноватые. Взяла я их, ну, не знаю, в принципе, даже зачем. На модели понравились, наверное, да. Понравились. Просто на модели, как они смотрятся, решила взять. Они на поясе идут на резинке, которая нормально так тянется, и она такая, ну, средненького размера, не суперширокая, но и не узкая. Что удобно для плюс-сайз вещей. Это я взяла 1XL. Вниз я беру всегда теперь 1XL на шею, и, как правило, всегда угадываю с размером. И состав этих брюк – полиэстер 95% и спандекс 5%. Тянутся они очень сильно, и тем самым они мне напоминают просто какие-то лосины для тренировок. Ну, что-то реально есть с этого. Но здесь опять есть фишка. Вроде они все такие черные, тянущиеся, как какие-то, я не знаю, не тот трико, не то реально брюки для спорта. А на штанинах внизу они вот с таким кружевом. Единственное, что вам нужно знать о них, если вам они понравились, и вы захотите их заказать. Кстати, ссылки всех вещей я оставлю в описании под видео. Мало ли, что вам понравится. Так вот, они очень хорошо тянутся по всей длине, но само кружево не тянется совершенно. Поэтому, если у вас нога на подъеме уже сразу широкая, полная, то имейте это в виду. Такой вот нюанс. Субтитры сделал DimaTorzok Я совсем недавно разобрала свой гардероб, я выкинула свой любимый пиджак и на Шейн я заказала замену, как я думала. Но по факту это не совсем то, что я ожидала. Я думала, что это будет тонкая вещь и не такая, как у меня был мой старый пиджак. Но все-таки я думала, что она будет чуть-чуть, хотя поплотнее, хотя в узовых писали, что скорее это не пиджак, а какая-то рубашка. Ну, по факту так оно и есть. По факту это не пиджак, а рубашка. Вот, смотрите, просвечивает прямо на просвет. Но мне все равно эта вещь понравилась, потому что на лето, например, накинуть на какой-то топ или футболку, что-то верхний слой какой-то сделать, это нужно. Выполнен, в общем-то, неплохо. Единственное, что он очень сильно мнется. Застегивается он на одну пуговицу, вот такую вот простую черную. И в нем комфортно. Я взяла тоже размер, который мне большеват, и мне можно было по факту брать и меньше. Ну, хотя я люблю такой оверсайз, поэтому я пытаюсь просто найти размер. Это 2XL я взяла. И состав 35% катон и 65% полиэстер. Всем спасибо за просмотр. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, самое время подписаться. И до новых встреч. Пока-пока.